итак прежде дорогие друзья всем добрый вечер я рад действительно искренне рад видеть всех вас и возвращаюсь каждый раз queen с большой радостью наверно предыдущем наверно в предыдущем предыдущей жизни я жил бухаре я думаю потому что мои очень близкие друзья и мое сердце она в пенсии поэтому хочу хочу но я имею ввиду вы понимаете да ташкент бухара и самарканд значит я поэтому хочу выразить свое рассказать свою прежде любовь аудитории с большим удовольствием прихожу сюда и поэтому когда есть возможность прийти то я рад быть с вами сегодняшний вечер он посвящен памяти напомните мне пожалуйста он освещен памяти вашего отца сегодня десятилетия его ухода из этой жизни муж и бен сара как мы сказали да его звали маша бен сара у нас есть сын да у нас есть дава с нами здесь я правильно понимаю да и мы хотели бы конечно я думаю что 10 друзья семьи которые могли бы рассказать о нем вот но в его память то что я сделал его память память его души я постараюсь поделиться несколькими словами торы какими-то своими личными впечатлениями о жизни я надеюсь что мы уйдем с этой встречи другими людьми самое главное чтобы мы не попусту потратили время и был результат и который который которым я бы стремился это тому чтобы наши семьи были крепче наши души были крепче и сильнее лучше если мы встретились и мы стали лучше то мы не зря потратим время итак я хочу начать нашу встречу с того что вчера я ехал по той же самой дороге как я ехал сюда сейчас сюда ехал по белту из бруклина в квинске есть правда несколько путей и вот я ехал вчера по белту и я вспомнил как три года назад 2012 году я ехал также по белту со своей мамой я должен сказать что вот наверное буквально на днях отмечается также ее йорцы ее звали ли ора бата брам и я помню как ровно три года назад мы ехали вместе потому что мы направлялись на кладбище и кладбище это на кладбище этом бэйт-бэйт-бэйт-дэвид да на бэйт-дэвид похоронен также моя бабушка то есть мама моей мамы моя мама хотела просила меня чтобы вместе поехали предоставилась возможность и мы да действительно вместе поехали и когда мы направлялись туда мама что-то мне сказал первую очередь хочу сказать что мама особенно последние годы не наверняка я не только последние года нам не всегда говорил что она меня любит наверное этот банальная вещь да я уверен что папа тоже папы говорят и мамы говорят своим детям что они любят что они любимы это нормально и я помню что особенно в последнее время моя мама часто говорила мне, она говорила моей жене, она говорила моим детям, то есть ее внукам, она говорила I love you. Иногда она могла просто позвонить без всякой причины и сказать I love you. И зачастую она объясняла это также рассказами о том, что когда она направлялась в Ешиву, Проспект Парк, Бруклине, в которой была наша школа для девочек, она преподавала там девочкам из России Тору, то она часто шла по Кинс Хайвей. На Кинс Хайвей, недалеко от Кинс Хайвей, на Ocean Parkway, Avenue R, Кинс Хайвей, была синагога замечательного раввина, которого звали Раба Вигдер Миллер, может кто-то слышал такое имя Раба Вигдер Миллер, который был замечательным раввином, прекрасным раввином и пожилым уже человеком, который учился когда-то в Европе, в Ешиве, Слободке. И он выходил очень часто на Кинс Хайвей, прогуливался. Моя мама шла в школу, моя мама его видела, она останавливалась с ним, здоровалась, они были знакомы, она с ним разговаривала. И он всегда ей говорил, «А, I love Hashem». Если кто-то читал книги Раба Вигдер Миллера, то знает, что Раба Вигдер Миллер в своих книгах учит любви ко Всевышнему. Но он учил не только в своих книгах, он шел по улице, он встречал человека и говорил ему, «А, I love Hashem». Он очень любил людей, например, если проезжал какой-то эмболос, он не знал, кто в этом эмболосе, незнакомый человек, то он все равно молился и желал Руфу Шлейма, полного выздоровления человеку, которого он не знал. И он старался благословлять мир вокруг него и благословлять людей. И тем не менее он жил с ощущением любви. И он этим ощущением любви делился. Когда моя мама шла и останавливалась, и направлялась в школу, и спрашивала, «Чему бы мне научить девочек из России? Он говорил, научи их любить Всевышнего». В каком-то смысле тема нашего сегодняшнего разговора будет, как научиться любить Всевышнего. И вот он говорил, «Научи их любить Всевышнего». А сам он говорил, например, когда он видел свою дочку, которую я знаю, у которой сегодня уже есть внуки, и тогда они уже тоже были, и он ее видел, и, казалось бы, она уже много-много лет была замужем. И он говорил, «I love you, я так люблю тебя». Это значит, я так рад, что ты замужем. Она уже была замужем, может быть, 50 лет. I'm not taking it for granted. Я не воспринимаю это как само собой разумеющееся. Я рад, что ты замужем. Я так рад. Я люблю Всевышнего. И он выражал опять такую любовь Всевышнему, который подарил ему дочку, которая замужем. Эту дочку встречал на улице и говорил, «I love you, and I love Hashem, and I'm so thankful». Я так рад и благодарю Всевышнего. Три года назад, когда мы сидели с мамой в машине, мама преподнесла мне урок, который, может быть, я никому не рассказывал. У нашей очень узкой аудитории я его расскажу, поделюсь им. Наверное, это был урок силы слова. На самом деле, я не знаю даже, как интерпретировать этот урок, потому что я в каком-то смысле как бы нахожусь в шоке по сегодняшний день. Мы ехали на могилу к моей бабушке, маме моей мамы. И моя мама всегда была молодой, красивой, которая передвигалась быстро, ходила на встречи, на уроки. Она никогда не была пожилым человеком. Вот она сидит там со мной в машине. И вдруг она поворачивается ко мне и говорит, «Ты знаешь, я тоже скоро там буду. Раньше, чем ты думаешь?» Я говорю, «Мамочка, ты что вообще, не думай об этом даже, забудь об этом. Ты молодая, красивая». Ровно через неделю, точнее, 8 дней. Это, кстати, или, скажем так, пятница. Это была пятница перед Шаббасом. А в воскресенье через неделю, то есть 9 дней, 8 дней, ее уже не было. Как это произошло, я не знаю. То есть, на самом деле, я действительно был в другом городе в тот момент, была в Флориде, когда вернулся, ее уже не было. Вот сей Шаббат через неделю я с ней разговаривал, а на следующее утро ее не стало. Но, было 72 года, но она была молодая и красивая. Как пастильная смерть, она не молодая? Нет. Вот так вот. Да, она ушла, так сказать, не будучи, так сказать, старым человеком. Это так произошло. Моя жена, собственно, и сказала, что в этом, очевидно, было милосердие Всевышнего. Но, когда я рассказываю об этом, я хочу, друзья, упомянуть такой, может быть, необычный урок. Может быть, необычный урок моя мама хотела преподнести. Моя мама очень верила в силу слова. Я помню, например, как-то много лет назад, когда только приехал в Америку, год был, по-моему, 87-й. Моя мама еще жила в Израиле. Мы приехали из Израиля сюда помочь создать одну еврейскую школу, которая сегодня называется Сайн Академия. У меня была одна очень сложная встреча с очень непростыми американскими евреями. И кто-то очень хотел помочь, а кто-то еще больше хотел сделать наоборот. И моя мама позвонила мне из Израиля. Буквально за минуту до этого разговора она сказала мне, «Помни, самое главное, будь позитив, то есть будь позитивен в разговоре. Не жалуйся ни на что, скажи слава Богу, в общем, чтобы все было только позитивно». Моя мама верила в очень силу слова. В каком-то смысле, эта школа, например, наша Сайн Академия, я думаю, в значительной степени возникла как раз благодаря тому, что я был настроен ей так на этот разговор. Но если говорить о том, как сказать, уроке, который она преподнесла мне три года назад, возможно, урок заключается в том, что сила слова – это не только передаваемое настроение здесь, на земле, потому что, конечно, мы можем своим настроением хорошим влиять на людей и поднимать им настроение, или если у нас плохое настроение, мы можем как бы опустить им настроение, понятное дело. Но наши слова, они поднимаются также и на небеса. Поэтому, кстати, нашу встречу мы называем здесь сегодня «любовь на земле» и «любовь на небесах». Так вот, для того, чтобы понять этот мамин урок, который она преподнесла мне три года назад, я хочу вернуться к событиям, которые мы отмечали буквально вчера, 9 авгу. И когда мы спрашиваем себя, а почему действительно евреи попали в Синайскую пустыню, все умерли там, целое поколение евреев там умерло, и не вошли они в страну Израиля. И я уверен, что если бы я предоставил вам сейчас возможность ответить на этот вопрос, то вы дали бы много разных ответов, правильно? Кто-то бы сказал, из-за чего, опять-таки, из-за лошонара, из-за злословия, дурного слова. Кто-то бы сказал, из-за чего, из-за того, что они не поверили, кто-то сказал, что они не заслужили. Много очень разных правильных ответов. Я хочу, может быть, удивить, а может быть, не удивить вас, самым простым ответом, который написан прямо в Торе, черным по белому, когда говорит сам Всевышний. Потому что вскоре после этой истории, когда вернулись разведчики, они сказали, мы в эту страну не сможем войти. И евреи заплакали в ту ночь и сказали, зачем Всевышний привез нас в эту пустыню, для того, чтобы мы умерли здесь? И тогда Всевышний отвечает и говорит, Неум Ашем, Слово Всевышнего. Я сделаю кашер дебартем. Я сделаю так, как вы сказали. У каждого выражения, у каждого предложения, у каждого слова в Торе есть как бы войно и дно. Есть то, что на поверхности. Каждый, например, понимает, что Всевышний был недоволен тем, что евреи сказали, как бы наказывает их за это. Но можно было наказать и по-другому. Почему они были наказаны именно тем, что они все умерли в пустыне? И тут подумайте на мгновение, говорит Всевышний. Я сделаю так, как вы сказали. Подумайте вместе со мной. Слово обладает огромной, колоссальной силой определить судьбу человека на небесах. То, что человек произносит здесь, на земле, оно может очень даже откликнуться на небесах. Больше даже, чем человек может себе это представить. Например, вы помните, когда Яков убегал от Лавана? Помните эту историю? И его догоняет Лаван и говорит, почему ты забрал у меня этих идолов? А он говорит, я не забирал. Пусть человек, у которого это будет найдено, умрет. А он не знал, что забрала его жена Рахель. И говорят мудрецы, что происходит с Рахель? Она умирает и говорит Раше для того, чтобы научить нас силой слова, особенно мудреца и праведника, который говорит, даже если он сказал то, что называется альтнай, даже если то, что он сказал при условии, если найдут, то факт заключается в том, что она забрала. И поскольку она забрала, и это было у нее, вы видите в Торе рассказ о том, что он сказал. И произошло по его слову. И потому, если мы еще раз зададим себе вопрос, «А почему евреи умерли в пустыне?» то очень простой и одновременно чрезвычайно-чрезвычайно глубокий ответ заключается в том, кто-то мне может помочь, «Почему это произошло?» Потому что они так сказали. Правильно. Потому что они сказали. Подумайте. Всевышний сотворил мир и сотворил человека по образу и подобию своему. А как Всевышний творил мир? Словом. Сказал Всевышний, да будет свет, и был свет. И если Всевышний наделил человека образом и подобием себя, то есть Творца, то он наделил также человека способностью творить мир словом. Потому человек обладает возможностью, способностью, некой творческой силой. И потому то, что он произносит, это огромная сила, которая проявляется как в этом мире здесь, как в этом физическом и материальном мире здесь, и также она возносится на небесах. Огромная сила слова. Не случайно царь Соломон говорит, «Жизнь и смерть во власти языка». «Хаим ва мавет бая далашон». Жизнь и смерть во власти языка. Поэтому как важно человеку осознавать огромную творческую силу своего слова, которая может определить его судьбу. И мы будем говорить о том, какие могут быть нюансы. Это не значит, что я скажу, это будет со мной. Например, мудрецы говорят, «Благословляющий благословляется». А «проклинающий», то есть слова, произносимые даже в адрес других людей, они зачастую возвращаются рикошетом самому человеку. Потому что человек, который хочет в этом мире благословения, он должен прежде всего уметь сам благословлять других людей. В чем уникальная сила слова, которая делает слово в каком-то смысле более могущественным даже, чем некоторые действия, или чем мир действия? Да потому что действия, они в этом физическом мире. Ничто, как слово, сказанное с определенной интонацией, с определенным чувством, оно выражает не только то, что написано, не только передает информацию, оно из глубины души передает чувства и мысли самого человека. Слово выражает душу человека, его мысли и его чувства. И потому, если мы хотим задать себе вопрос, а почему, собственно, произошло то, что произошло, и почему евреи оказались тогда в изгнании, и почему мы оказываемся в изгнании по сегодняшний день, и также понимая ответ на этот вопрос, чтобы мы знали, как вырваться из нашего изгнания, как из знания народа, так и из личного состояния духа изгнания, то мы возвращаемся к этой же самой истории, к этим же самым словам, которые были сказаны в время, но не в книге Бамидбар, книге «В пустыне», которую мы сейчас цитировали, а возвращаемся к книге, которую мы читали совсем недавно, а именно к книге Дворим, Второзаконие, в которой эта самая история повторяется Моисеем, и Моисей, рассказывая о ней, говорит, что когда евреи услышали этот, как бы, донос, да, этот рассказ разведчиков о том, о, какие там огромные города, и какие там сильные великаны, и мы не сможем войти в эту страну, то они заплахали, но что они сказали? Говорят мудрецы, то есть, собственно, в Торе сказано, «Бысинат Хашем утану» – это от ненависти Всевышнего, от ненависти Бога к нам привел нас, Он в эту пустыню для того, чтобы умерли мы здесь. Если вы обратите на комментарии Раши внимание, то он говорит, Всевышний не ненавидел их, Всевышний любил их. Но так же, как иногда человек хочет оправдать свои собственные чувства, и если он ненавидит кого-то, то он подходит к человеку и говорит, «Ты меня уважаешь? А как ты ко мне относишься? Ты меня не любишь!» И таким образом хочет он оправдать свои чувства ненависти или свои чувства неуважения. То же самое в тот момент по непонятной мне, может быть, вы понимаете это лучше, непонятной мне причине, потому что на самом деле, когда мы говорим о них, мы говорим о себе, по непонятной причине они испытали ненависть к небесам. И они выразили эту ненависть. И в комментариях Медраша, которые приводит, например, Гераребес Фасемес, комментарий, которого я сейчас приведу, там говорятся слова пророка, «Вы подняли голос, говорит Всевышний, то есть вы сказали, что я ненавижу вас, и я действительно возненавидел вас». Объясняет Гераребес Фасемес эти слова и говорит, «Конечно, мы не можем себе представить, что Бог ненавидит нас, не об этом дело, не об этом идет речь, но как будто Всевышний вскрывает нам, как работают духовные миры, как работают взаимоотношения между человеком и Богом, и человеком и человеком». По-английски мы, наверное, назвали бы такое слово «reciplication», как правильно сказать «reciplication» по-русски? «Взаимность». То есть в этом мире есть некая концепция взаимности. И когда один человек говорит другому, «Я тебя ненавижу», то тот хочет или не хочет, у него возникает какое-то подобное этому чувство. Он отражает это чувство как зеркало. И потому, говорит Гераребе, то, что произошло тогда в пустыне, это то, что Всевышний, который любил нас, и который вел нас из египетского рабства через Синайскую пустыню, для того, чтобы ввести нас в землю обетованную, вдруг услышал слова ненависти, обращенные к нему. То есть здесь на земле обратились и словами ненависти на небесах, и таким образом создали, сотворили некую ненависть на небесах, которая послала нас в изгнание. Тогда в сорокалетнее изгнание в пустыне, а на самом деле это пророческий символ всех наших изгнаний по сегодняшний день, мы находимся в изгнании здесь, и нам кажется, что небеса нас ненавидят, и нам кажется, что нас преследуют и убивают, и у нас Холокост, и все возможные страдания, которые преследовали еврейский народ на протяжении всей истории, это потому, что тогда, объясняют Гераребе, тогда евреи проявили свою ненависть к небесам. Прежде чем продолжить и дать удивительный совершенно ответ Гераребе, я хочу сказать, что есть, может быть, люди здесь, которые думают, какие это глупцы, те евреи, которые тогда были в пустыне, которые непонятно, почему вдруг возненавидели Бога. Когда Тора рассказывает нам об этих событиях, которые произошли 3,5 тысячелетия тому назад, Тора говорит не о уроках истории. Тора обращается к каждому из нас и говорит с каждым из нас о нашей личной ненависти к Богу. Может быть, то, что я говорю, что кому-то не понравится? Но если вы подумаете о том, что такое ненависть к Богу, это неприятие своей жизни, своей судьбы, обстоятельств своей собственной жизни. Если человек задумается, а с каким чувством я живу? Может быть, кто-то скажет, а почему я родился в том месте, у тех родителей, в той семье, попал в ту школу, в тот институт, женился или вышел замуж, и у меня эти дети, и у меня эта работа, и у меня эта жизнь. Сколько людей живет и жалуется? И выражает недовольство. А кому на самом деле мы выражаем недовольство? Если так нам кажется близким, друзьям, самим себе. Но если так задуматься глубоко, заглянуть в самих себя, то очень, может быть, мы обнаружим, что многие из нас в глубине души, может быть, даже не признаваясь самим себе в этом, живем с какой-то поспудной ненавистью, в смысле неприятием, претензией к Богу, к небесам, к судьбе, к жизни. Поэтому вопрос, который раз поднимает Тор и поднимает наши мудрецы, анализируя его, это вопрос чрезвычайно важный для всех нас. Так вот говорит Гера Рэбе, он говорит, что мы должны из этой истории извлечь колоссальной важности урок, который поможет нам из изгнания уйти. Точно так же, как этот урок объясняет нам, почему мы в изгнание попали, точно так же этот урок, он помогает нам из изгнания уйти. Более того, говорит он, у нас есть в Тории удивительное правило, правило, которое называется Каль Вахомер. Что означает Каль Вахомер? Тем более. Что означает тем более? Например, говорит он, Гера Рэбе очень часто приводит этот пример, он говорит, представьте себе, что Всевышний ведь помогал фараону, укрепляя его сердце, несмотря на все десять казни египетских. Но если только фараон не хотел отпускать евреев и упрямился в этом своем плохом желании, но это было его желание, и Всевышний вел фараона его путем, потому что он хотел по нему идти, то вы только подумайте, если Всевышний помогает идти негодяю по плохому пути, лишь только потому, что он хочет идти по этому пути, то тем более, милосердие Всевышнего, оно всегда больше, чем его справедливый суд. И потому тем более, Всевышний поможет праведному человеку, еврею, идти по пути Всевышнего, по пути добра, только если он хочет по этому пути идти. Посмотрите на историю еврейского народа, который идет этим путем, несмотря ни на что, и Всевышний помогает нам идти этим путем. Это пример того, как очень часто Гераребес Фасемес приводит эту мысль и говорит, если так Мидас один, то есть если так справедливый суд себя ведет в смысле поведения Всевышнего, то тем более его огромное бесконечное милосердие поведет себя так же еще больше. Потому говорит он, если человек на земле обладал способностью своей ненавистью в душе, высказанной словом, перевернуть небеса от любви к ненависти, то тем более если здесь на земле человек наполнит свое сердце любовью и выразит эту свою любовь к небесам, то какая бы там ни была, как будто ненависть по отношению к нам, он сможет все это перевернуть и создать, повлиять, вдохновить, какое угодно слово здесь, перевернуть так, чтобы на небесах была любовь по отношению к еврейскому народу. Поэтому он говорит, огромная, огромная есть у человека сила здесь. Продолжая в своем комментарии, Гера Рейбе говорит следующее. Он говорит, мы живем здесь в изгнании на протяжении почти двух тысячелетий. И мы ощущаем здесь руку Всевышнего в том смысле, что мы в изгнании переживаем наказание, страдание, преследование. И, конечно, у народа может быть столько возможностей сказать, я тебя ненавижу, Бог, пожаловаться. Как в многих халакос-сурвайверс были ситуации, в которых они возносили как бы свои претензии к Богу. И это понятно, и мы не критикуем никого. Он говорит, но, по сути, главным испытанием всей еврейской истории на протяжении этих двух тысячелетий это научиться принимать страдания, испытания, как уроки Всевышнего, который любит нас, и так же, как любящий Отец, который не отказывается от своего сына, а он упрекает его, он хочет исправления его, поэтому не проявляет по отношению к нему безразличия, а он посылает ему испытания, говорит с ним, то точно так же Всевышний не отказывается от нас, а он посылает нам испытания. И потому, если только еврей в этой сложной ситуации своего нахождения в изгнании, несмотря ни на что, наполнит все-таки свое сердце любовью, то это будет обладать огромной силой и создаст любовь по отношению к еврейскому народу на небесах. Когда я говорю об этом, я вспоминаю рассказ, который, может быть, вы слышали, рассказ, собственно, письмо, которое оставил один еврей в Варшаве. Кто-то знает об этом письме? Его звали Истоль Роковер, если я не ошибаюсь. Письмо это было найдено в какой-то бутылке, в каком-то сосуде, в разрушенных, как сказать, развалинах Варшавского гетто. Слышали об этом письме, да? Возможно, вы слышите. Если нет, прочитайте это письмо. В этом письме еврей описывает последние минуты своей жизни. Он говорит, я нахожусь в здании, которое горит. Мы, защитники Варшавского гетто, защищаемся от немцев. И он говорит о своей жизни, о том, как у него была прекрасная жена, как у него была большая семья и много детей, как пришли фашисты, и как он видел смерть своих детей, и как он видел смерть своей жены, и как они стали в последний момент оборонялись, и как вместе с другими защитниками Варшавского гетто они держали оборону этого здания, и как один человек погибает, и другой человек погибает, и они продолжают это здание обстреливать, оно уже горит, и он говорит, я понимаю, что через короткое время меня не будет, и я хочу оставить свои последние слова миру, он там бросает претензию антисемитам, он говорит о ненависти к евреям, с которой жили христиане, которые обвиняли евреи в богоубийстве и так далее, то есть у него есть удивительное глубокое письмо, но в конце этого письма он обращается к Богу, собственно, это письмо обращения к Богу, он говорит, Бог, ты испытываешь меня, ты дал мне жену, ты дал мне детей, ты дал мне любовь, и сейчас ты забираешь у меня одно за другим, одно за другим, одно за другим, и ты вот-вот-вот заберешь у меня мою жизнь, и ты испытываешь меня, и возможно, ты хочешь, чтобы я отказался от тебя, и я вспоминаю рассказ об одном евреи во времена испанской инквизиции, он приводит этот рассказ, этот рассказ действительно приведен в еврейской раввинской литературе, один еврей, который жил в Испании, описывает свою судьбу и говорит, что они жили, у них были семьи, у них были дома, все было хорошо, началась испанская инквизиция, за ними начали охотиться, им ничего не оставалось делать, как бежать, и вот он бежит со своей семьей, еще они оказываются на корабле, они переплывают через Средиземное море, оказываются где-то в Марокко, а естественно, что там их не принимал, так сказать, ХИАС, или Джоинт, или другие еврейские организации, они оказались в каком-то лагере для беженцев, в котором началась эпидемия какой-то страшной болезни, и люди начали убирать, и вот он описывает, этот человек, еврей в Испании, он описывает свою жизнь, и говорит, Всевышний, у меня была семья, у меня была жена, у меня было все, и ты сейчас отобрал у меня все, ты у меня отобрал мою жену, которая умерла, и всех моих детей, которые погибли, и все, что последнее, ты можешь отобрать у меня, он пишет, это мою веру и любовь в тебя, то есть мою веру в тебя и мою любовь к тебе, и он говорит, ты никогда не отнимешь у меня моей веры в тебя, что бы ты ни сделаешь, что бы ты ни отобрал у меня, я никогда не откажусь от тебя, пишет он, и еврей Исруэль Рокобер в варшавском гетто пишет то же самое, он говорит, Всевышний, что бы ни было, я умираю со словами Шма Исраэль, пишет он, я продолжаю верить в тебя, я продолжаю любить тебя, что бы ты ни сделал мне, я на мгновение остановлюсь и скажу, давайте задумаемся на секундочку, какой здесь урок? С одной стороны, огромные духовные силы еврейского народа, с другой стороны, может быть, этот урок нашего отношения со Всевышним, он тоже должен нам подсказать, как нам нужно относиться к людям, которых мы любим в нашей жизни, очень часто бывает, что люди говорят, а, у нас такие отношения, а почему ты к нему так относишься, а он так ко мне относится, и очень часто приходится в общении между, особенно мужем и женой, или между родителями и детьми, говорить о том, что отношения между людьми не должны быть бизнес-дел, как правильно сказать, а это не сделка, родители любят своих детей, и как мы правильно скажем, что такое настоящая любовь, друзья? Настоящая любовь, это когда любовь unconditional, как мы правильно скажем по-русски? Это любовь, которая, что бы дети, дед не делали нам, родителям, мы можем быть недовольны, конечно, но мы наших детей продолжаем бесконечно любить, несмотря ни на что. По большому счету, люди, близкие, любящие друг друга, братья и сестры, мужи и жены, родители и дети, они должны научиться любить таким же образом, как этот Исона Роковер и испанские евреи говорят о том, что такое настоящая любовь ко Всевышнему. Это настоящая любовь ко Всевышнему. Кто-то спросит, может быть, ну а какой смысл в этой любви ко Всевышнему для человека? Это что, какая-то, так сказать, фанатическая любовь? Ну давайте приведу пример. Может быть, слышали о том, что был такой раби Зуши, знаменитая, как бы, хасидская такая история о раби Зуши. Пришли два еврея к Рэбе в городе и говорят ему, Рэбе, мы хотим научиться принимать страдания с любовью. Буквально тот же самый вопрос, который поднимаем мы сегодня, который поднимался во времена 9-го ава, и мы постараемся его перевести, конечно, к 15-му ава. Но тем не менее, как принимать уроки жизни, страдания с любовью? Говорит Рэбе, вы знаете, говорит он этим двум евреям, помните эту историю? А он говорит, вы знаете, вы пришли не по адресу, потому что Всевышний был так хорош ко мне, и он всего такого хорошего и доброго сделал мне, что я просто не знаю, что вам ответить. Но вы можете пойти и поговорить с Рэбзуша, который живет где-то не в центре города, как я, где-то на окраине, и у него нет такого дома, у него какой-то сарай, и он не такой здоров, как я, он больной человек и старый, и у него никого нет. Пойдите спросите у него. Ну, приходят два еврея, стучатся к двери Рэбзуши, и говорят, Рэбзуша, скажи нам, пожалуйста, как принимать страдания с любовью? И Рэбзуша отвечает им, кто-то помнит ответ? Он говорит, я не понимаю, почему Рэбе послал вас ко мне. Это какая-то ошибка, потому что Всевышний так хорош ко мне. Он проявляет такое милосердие ко мне. Я жив, я дышу, и у меня есть что покушать, я радуюсь жизни. Подумайте на мгновение, что такое человек, который живет с любовью к небесам. Мы думаем, что это небесам нужно, что их любили. Я хочу привести другого человека, который был самым богатым человеком Великобритании, и которого звали Эпстейн, который однажды шел мимо бара и услышал, как рок-группа Битл сыграла там в баре, он сказал, о, дайте я вложусь в вас, я сделаю вас знаменитыми, я себя богатым. И он стал самым богатым человеком Великобритании. Он оставил записочку, в которой было написано, I had everything, but I had nothing. У меня было все, но у меня не было ничего. И он покончил с собой. У человека может быть все, 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 но его внутреннее состояние души, и его ощущение, как к нему относятся небеса, он недоволен жизнью, он не хочет продолжать жить. Человек может быть такой, как раб Зуши, у которого может быть трудно, но который ощущает любовь Всевышнего, как к себе, и живет с этой любовью. И тогда, когда он с этой любовью живет, то его жизнь наполняется любовью, и люди вокруг него относятся к нему так, как он относится к ним. Его настроение совсем другое, его состояние духа совсем другое, он живет совсем другой жизнью. Мы говорим по-английски perception is reality, очень часто мир таков, каким мы его, видим, или таков, каким мы его чувствуем. Поэтому даже если бы мы представили себе на одно мгновение, что когда человек выражает любовь ко Всевышнему и к людям, все, что меняется, или только его меняется, один лишь его внутренний мир, даже если бы мы сказали только это, на самом деле это огромное достижение уже. Теперь, когда мы говорим, небеса изменили свое отношение к нему, а вы знаете, где небеса на самом деле в человеке? Это в его душе. И потому на самом деле это не просто так, небеса где-то там в географическом или астрономическом положении, да, где-то там, да, на самом деле человек, который меняет свое состояние духа, он меняет все вокруг себя. Если мы хотим изменить свою жизнь, то все, что мы должны сделать, это мы должны изменить себя. Мы должны изменить свои чувства и свои слова, и, конечно же, мы должны изменить свои действия. Конечно же, должны изменить свои действия. Я хочу еще мгновение сказать о действии. Еще одно слово я хочу сказать о действии. Недавно совсем мы с вами читали недельную главу Матод, в которой говорилось о обетах, и там были очень интересные слова, там было сказано, если человек пообещал что-то Всевышнему, если человек пообещал что-то Всевышнему, то что сказано там? Пусть он не осквернит своего слова, а все, что вышло из его уст, сделает. Подумайте, что здесь сказано. Это очередной огромный колоссальный урок силы слова человека. Сказано, что если человек что-то пообещал, мы говорили по-русски, говорят, я хозяин своего слова, хочу даю, хочу беру, то есть человек пообещал, он дал слово, и он свое это слово забрал, то есть он может нарушить свое слово, как бы даже не чувствуя угрызений совести, вроде. Хотя мудрецы говорят, что если, например, человек сделал какую-то бизнес-сделку, но не подписал договора, но он свое слово нарушил, кто-то знает, как мудрецы Талмуда наказывают этого человека, кто-то знает, что происходит. Человек, нарушающий слово, проклинается словами Миши Пара. Тот, кто наказал поколение потопа и поколение строителей Вавилонской башни, тот также докажет тех, кто нарушает свое слово. Мудрецы удивляются и спрашивают, при чем тут поколение потопа? При чем тут поколение строителей Вавилонской башни к нарушающему слово? Было много других, как бы, наказаний в истории человечества. Почему именно об этом? И мудрецы говорят следующее. Посмотрите, что сказано в словах. Если человек пообещал, то пусть не осквернет своего слова. Да потому что осквернить можно только святое. Слово человека, подумайте вместе со мной, какое здесь слово? Слово человека свято. Потому что выражает его святую душу. Потому что человек был сотворен по образу и подобию святого Творца. И потому, когда человек использует эту свою силу слова, вы знаете, ведь говорится, когда речь идет о творении человека, то там что говорится? Что Всевышний вдохнул в него душу и стал человек душой говорящий. Если человек берет эту силу слова божественную, и он ее использует неправильно, или для дословия, или для того, чтобы обидеть или унизить кого-то, или для того, чтобы сказать и нарушить, то есть обмануть, то тогда он, по сути, оскверняет эту силу слова в самом себе, которое является ничем иным, как суть его святой души. То есть он унижает себя. Посмотрите, что было с миром, говорят мудрецы. Люди до потопа жили много лет, были другие люди. Люди до потопа говорили на одном языке, а после этого Всевышний как бы смешал их языки, теперь они не понимают друг друга. То есть непонимание человека, неспособность выразить или понять мысли, оно нарушает взаимоотношения между людьми. Хотим мы того или нет, как в одном адвитазменте в Америке я слышал много лет назад, говорят, you want it or not, you are judged the way you talk. То есть мы нас судят, мы судим друг друга по тому, как мы говорим. И если человек использует свою силу слова не так, то это унижает его человеческое достоинство, он становится другим человеком. Но если человек помнит, какой огромной силой слова он обладает, то посмотрите, какое здесь двойное дно в этом предложении Торы. Что здесь говорится? Если человек пообещал что-то Всевышним. И что мы говорим? Пусть не осквернет слово своего, а все, что вышло из уст его, какое здесь дальше слово? Сделает. Что означает сделает? Что имеется в виду? Имеется в виду что? Чтобы он выполнил, в смысле что не нарушил? Говорят мудрецы, говорит Сфасемис, имеется в виду не только это. Имеется в виду что-то колоссально огромное другое. Когда человек, например, обещает кому-то, ты дай мне деньги, я одолжу, я верну тебе. Или я обещаю тебе, я никогда не буду тебя больше унижать или оскорблять. Или я обещаю, я буду вести себя хорошо. Или я обещаю, я не буду пить, кстати, что очень важно. И я не обещаю еще что-то, да? И когда человек говорит это, знает ли он, что он сможет выполнить свое слово? Будут ли у него деньги их вернуть? Или будут у него силы для того, чтобы преодолеть какие-то искушения? Говорит Сфасемис, если человек только помнит, что у него есть эта огромная сила слова божественной души в нем, то когда он принимает на себя обязательства, он действительно имеет это в виду от всего сердца. И в сердце своем как будто молит небеса и говорит, помогите мне это слово исполнить. И если он принимает слово от всего сердца, то тогда он все, что сказал, сделает. Не потому, что захочет только, а потому, что сможет. И если человек иногда чего-то не может сделать, то может быть потому, что в глубине души не очень хотел. Потому, что если действительно бы давал обещание, принимал обязательства серьезно и молил о том, чтобы ему предоставила возможность это свое слово исполнить, то тогда случилось бы то, что небеса ему помогли. И он бы это свое обещание исполнил. Я на самом деле поднял вопрос, я не знаю, давайте на мгновение остановлюсь, спрошу вас. А действительно, почему люди живут с претензиями к судьбе, к Богу, к небесам, и претензии эти превращаются зачастую в resentment? Что такое resentment? Недовольство, которое продолжает нарастать, и оно в каком-то смысле подспудно может как раз и быть той самой ненавистью по отношению к небесам, которая описана в Торе. В чем причина? Я задаю этот вопрос не потому, что я знаю ответ. Я действительно еще ответ на этот вопрос. Пожалуйста, вас зовут Марк. Марк, пожалуйста, Марк. На мой взгляд, мое мнение, из-за того, что очень много не знают и не понимают. Окей. Потому что многого не знают и не понимают. Зачастую мы жалуемся, говорим, а почему у меня не получилось это, почему не получилось это, почему получилось так, пройдет несколько лет или, может быть, десятилетия, мы скажем, слава Богу, что так получилось. Может быть, мы не знаем, кроме того, что мы не знаем законов, мы еще и не знаем будущего. И когда мы встречаемся с будущим, да, так сказать, мы говорим, слава Богу, потому что все, что не делается, делается к лучшему. Но мы зачастую понимаем это позже. Окей, согласен. А еще, почему у людей зачастую такая подспудная ненависть, с которой они живут по отношению к небесам? Более того, один из моих детей, моя доченька, она мне говорит, папа, я думала, что у нас разрушение храма произошло из беспричины ненависти евреев друг к другу. Правильно? Я говорю, верно. А почему у нас беспричинная ненависть друг к другу? Потому что зачастую это и есть наша ненависть к небесам. Мы живем, ненавидя себя, по сути, то есть не принимая себя такими, какими мы и есть, и свои судьбы. И это раздражение свое, раздраженность свою проецируем, выражаем на других людей, и на небеса, и на судьбу. Но начинается это внутри нас. Поэтому, говорю, очень может быть, что то, что мудрецы говорят, и то, что мы зачастую слушаем, а, вся причина храма была разрушена из-за беспричинной ненависти евреев. Кстати, говорится сенатхинам. Там не говорится даже беспричинная ненависть друг к другу, просто говорится сенатхинам. Вы знаете, в чем причина разрушения? Беспричинная ненависть. И это одно и то же. К небесам и к людям. Начинается с ненависти внутри нас. Продолжение следует... 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 То, что ты мне даешь возможность помочь другому, это моя главная возможность помочь себе. То, что мы понимаем, что помочь себе, надо помогать другим. Вот это главная мудрость жизни. Люди хотят радости. А это очень просто. Забудьте о себе и дарите радость другим. Вдруг мы начнем ощущать, что то, что мы даем, это как раз именно то, что мы получаем. Итак, я хочу закончить одними очень простыми словами. Если хотя бы что-то вы возьмете с собой сегодня, я возьму с собой, пусть это будут эти простые-простые слова одного Рэбе. Один Рэбе как-то шел со своими учениками, и они подошли к нему, сказали, о, великий Рэбе, он был великий Рэбе в Европе. Мы знаем, что можешь ты творить чудеса, твои слова, твои благословения, они чудесны. Мог ли бы ты научить нас трепетать перед Богом? Бояться Бога? Говорит Рэбе, нет. Бояться Бога я не могу вас научить. Но зато я могу научить вас любить Бога. Мы хотим этого еще больше. Научи нас, сказали его ученики. И он сказал им, любите людей, любовь к Богу придет. Всего вам хорошего. Спасибо.